железнодорожный вокзал города каменка улыбка 4 часа езды от каменского до каменки для того чтобы насладиться местными природными видами ну что вперед станции каменка нам следует теперь вернуться в ту сторону откуда мы из непра приехали для того чтобы вернуться к кладбищу от него свернуть собственно сам каньон это буквально около полутора километров идем вдоль железнодорожной линии по параллельной дороге сейчас должны быть там стуки молотков местных ферм мы подошли собственно к самому началу каньона река тясмин прорывает почву украинских степей а галя ее гранитные формы сейчас подойдем и посмотрим поближе думаю что здесь мы найдем эту величественную обзорную площадочку с которой можно полицезреть красоты тясмина вот это точно чего не ожидали ну и вон есть даже небольшой выход к воде также благородно обустроенный легкими тропами можно выйти посмотреть на колосящуюся зелень у воды ну что ж довольно экзотичненько движемся постепенненько вдоль каньона ищем место для стоянки прошли мимо родника местные жители сказали что можно там наслаждаться водой вот вышли еще одна обзорная площадочка здесь уже скалистая часть каньона уходит и река уже идет широким течением а вон то я так понимаю это так называемая легендарная местная пушкинская скала на которой по легенде александр сергеевич пушкин каким-то чудом оказавшийся здесь сидел и вдохновлялся писал свои стихосы попробуем где-то стать за этим поворотом место и лавочки здесь стоят и оборудованы вот спуск к каньону и роднички оборудованы видно что громада работает это впечатляет администрации он сказал что вы выиграли конкурс на благоустройство и вот то что я только что показывал дорожки лавочки вот все вот эти родники все обустраивается большая программа чистят реку в общем превращает тасминский каньон в такой туристический экотуристический рай это радует что что вот децентрализация работает громады получили деньги и что-то движется но здесь каменка конечно лидирует лучше чем в буках и чем актовском каньоне там не занимаются головы а тут прям дилемма где поставить палатку казалось бы мы нашли хорошее оригинальное место добраться к нему не подставляется возможным из-за бурелома и насыпи мусора вот здесь а место само находится вон там возможно нужно пройти с другой стороны почаще либо же здесь попытаться найти какой-то альтернативный вход на тасминский каньон надвигается вечер у нас уже вечернее полудниковое время и не только у нас уточки в речке тоже активно что-то добывают все какой-то провиант тем временем вот кострище под подальше от палатки развели сварили суп рецепт прост в кипящую воду картошка лук бросается ядированная соль кипятится в нее добавляется вот такой вот гороховый суп все это плотненько варится 20 минут и принимается в пищу мест немного очень таких хорошо удобных для ставки лагеря установки поэтому расположились на склоне вот наша скромная кухня что-то у нас супчик а еще осталось на вечер вот так вот тусим виталик наслаждается видами природы в своем телефоне вот наверное там канада фьорды ну в общем отдыхает и вон наша красавица хаски флэйм ту вот так второй день нашего заплыва отдыхаем на тасминском каньоне провели ночь в нашей супер палатки в нашем нашей хаски флэйм 2 скажем так это штурмовая штормовая штурмовая палатка конечно очень до в тесноте зато в тепле тесная но выдерживающая ветер и дождь нужно потренироваться конечно в в терпеливости и аккуратном сне немножко правда вот стали мы на холме потому что здесь кесминском каньоне по правде говоря очень туго с площадками для биваков очень мало мы видели бивачных площадок практически не видели ни одной кроме конечно рыбацких кострич ничего в округе нет люди с палатками сюда не едут или едут и становятся где-то там в районе пляжей вдали от каньона что конечно удивляет так как туристическая инфраструктура начала создаваться местным советом но потока нет хотя может сегодня среда поэтому пусто рабочий день с другой стороны остатков жизнедеятельности биваков нет уже то есть вытоптанных площадок обустроенных послеприведущих остановок все чисто значит можно сказать что это место является еще таким антиграундному палаточных туристов и так собираем уже лагерь поезд через час последнее приготовление виталик там в ночи тушит костер ну что и далее что скажешь нам в будущее как поход как каньон что что можешь что такое послание оставить до нее не виталик особо не увлекаемся этой темой но вот в походе она как раз костер дым костра чай кальян в общем все все виды все виды путешественнического досуга сейчас будем выдвигаться на поезд до днепра